И все, привет ребят, с вами StarVac, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня вместе с вами мы обсудим одну очень интересную вещь и проблему, которая есть в нашей игре уже на протяжении довольно длительного периода времени, по которой я уже видел миллионы тысяч комментариев под большим количеством видеороликов от разных людей, которые говорили мне о том, что надо, мол, осветить эту тему, рассказать, что я думаю по этому поводу, высказать свою точку зрения и заявить, что это одна из самых важных, а может быть и главная проблема нашей игры на сегодняшний момент времени. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиарных стафф на 20 тысяч танкоинов, для этого устроить его аккаунтики, устойте ему личный тег, так темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форум, которая есть в описании. Что же касаемо нашей темы сегодняшнего разговора, то тема сегодня у нас будет посвящена группам в матчмейкинге и тому, что эти группы на сегодняшний момент времени очень сильно дисбалансят наш матчмейкинг. Именно эту тему поднимали вы в комментариях на протяжении уже, наверное, не знаю, но последнего полугода эту тему я точно видел. Что, мол, группы дисбалансят матчмейкинг, группы заставляют выходить из матчмейкинга, когда группы подпикиваются не к группам, а просто к игрокам рандомным, они просто уносят их в хламину и из-за этого у нас в игре получаются однокалиточные матчмейкинговые бои. С одной стороны, я с этой теорией и с этой мыслью согласен, так как в моем понимании, если, например, подпикивается группа из игроков против не группы, да, против просто матчмейкинговых плееров, которые соло запикались, то это неправильно. Это абсолютно неправильно, это та вещь, которая влияет на баланс и, ну, делает разницу, можно так сказать, делает разницу в игре. Если же эта вся система работает группа против группы, запикивается, то в целом это все нормально и работает четко. Но в связи с тем, что у нас в последнее время, как вы знаете, онлайн в игре уменьшается, уже и боты в матчмейкинге у нас есть, то количество боев, где группа играет против не групп, очень и очень большая. Я даже, если честно, не знаю, как на самом деле сейчас работает этот матчмейкинг и, может быть, вообще группы постоянно теперь пикуются против не групп, ну и, соответственно, происходит очень большая доминация и разница в классе. Особенно, если в этих группах играют, например, три сильных игрока, то получается вообще одна калитка на протяжении всего времени. Соответственно, что можно сделать, что можно сделать, что нужно сделать, как это вообще в принципе должно работать было изначально, чтобы такой проблемы не было. Многие скажут, что надо эти группы убрать полностью, чтобы этих групп не было и тогда будет все четко. Но не забывайте, что можно просто условно там на раз-два-три запикиваться и все так же попадать в катку. Здесь больше проблема в том, что самое простое решение это группа пикается против группы. Пусть у них будет больше времени ожидания, но чтобы группа запикивалась исключительно только против групп и чтобы этот баланс хоть как-то сохранялся. Да, как правило, в группах, ну, на сегодняшний момент времени играют те игроки, которые четко понимают, что нужно делать в этой игре. Ну и, соответственно, тогда баланс сторон будет плюс-минус равный и будут интересные матчмейкинговые катки. Если все продолжится в таком же ключе, как и сейчас, то дисбаланс сохранится и все так же будет доминаться одной из сторон, будут постоянные выходы игроков из боя. Но теперь есть решение, вместо игроков запикиваться будут боты, если всех все устраивает. Ну, наверное, в таком ключе это и будет работать дальше, но проблема при этом сохранится. Поэтому вот одно из решений. Это, наверное, та тема, которую вы хотели от меня услышать, чтобы я ее осветил. Ну и те ребята, которые ее ждали, я думаю, что вы наконец-таки дождались. Поэтому напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу групп. Может быть, их надо вообще просто убрать полностью из матчмейкинга и из игры, чтобы их больше не было. Или, может быть, надо просто забалансить наш матчмейкинг и сделать так, чтобы группы адекватно работали против групп. И в этом плане баланс у нас сохранялся. Пишите свое мнение по этому поводу в комментариях. Поддержите данный видос лайком и продвигайте данный видос, если он для вас является актуальной, эта тема является актуальной. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Участвуйте в розыгрыше по тегу. На 3 минуты став на 20 тысяч танконов. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.